В Волоконовском районе обсудили, как сохранить песенное наследие сел, а в Чернянке поделились опытом общественного самоуправления. Об этом короткой строкой прямо сейчас. В Чернянке прошел первый районный форум общественного самоуправления. Он собрал улич кумов, сельских старост и, конечно, представителей ТОСов. С момента того, как был организован ТОС, люди села стали сплоченнее. Начали более активно участвовать в всех мероприятиях. Заниматься уборкой территорий. У нас есть инициативная группа, в которую входит несколько человек, так скажем, самых активных. Вот они у нас везде ездят, всего добиваются. В прошлом году ТОС Новомасловская Слобода был зарегистрирован как НКО, благодаря чему смог получить грант на реализацию проекта по благоустройству родника. А жители улицы Железнодорожной районного центра рассказали на форуме о том, как сплотить соседей и разнообразить их досуг. С каждым годом наш ТОС набирает всё больше и больше оборотов. Вот в этом году у нас впервые появился свой женский ансамбль «Красная магия», которые раньше были неактивными жителями. А теперь они, активные участники, поют в ансамбле. И вот уже сами самостоятельно для жителей нашей улицы 14 сентября провели праздник «Осень и осень». Благодаря прошедшему форуму активисты местного самоуправления смогли не только поделиться своим опытом, но и больше узнать о формах грантовой поддержки народных инициатив. Как сохранить песенное наследие села? Как научить новое поколение не просто петь, а жить песней? Как это делали наши предки? Об этом и не только шла речь на форуме, прошедшем в селе Фащеватого Волоконовского района. А начался он с открытия мемориальной доски Марии Скуридиной, основателю легендарного фащеватовского хора, который был создан в 1970 году и существует по сей день. Участие в знаковом для села событии приняли известнейшие фольклористы России, представители Московской государственной консерватории Вячеслав Щуров и Вера Никитина. Привезла сюда книгу свою, где у меня глава о Марии Степановне Скуридиной. Фащеватовцев не забываю никогда. Ни мужчин, ни женщин. Со многими из них связаны счастливые моменты. Мы выступали на концертах, делали мастер-классы, показывали, как надо петь, как надо распределять голоса, как надо двигаться. В этот раз и фащеватовский дом культуры стал местом проведения мастер-класса. Ведущие исследователи в области народной традиционной культуры поделились опытом с нынешними исполнителями фольклорных песен из разных уголков Белгородчины.